Война без правил. Кто стоит за подрывом Крымского моста и как это связано с северными потоками? Не прошло и двух недель после диверсии на северных потоках, как информационное пространство всколыхнуло очередная громкая новость. Подорван Крымский мост. Могут ли быть связаны эти события, пока неизвестно, но между ними невольно проводятся параллели. Белта собрала основные факты об инциденте на Крымском мосту, который позволит наиболее полно воссоздать картину произошедшего события. Почему Крымский мост называют стратегическим? Крымский мост – самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Мост пересекает Керченский пролив, обеспечивая транспортное сообщение Крыма с материковой частью России. Мостовой переход состоит из двух частей – параллельно расположенных автомобильной и железнодорожных трасс. Пропускная способность моста – 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год. Изначально в 2000-х Россия и Украина вели переговоры о совместном строительстве моста, однако проект так и не был реализован. После событий 2014 года, когда было объявлено о вхождении Крыма в состав России, возведение моста через Керченский пролив стало необходимостью, поскольку в то время основной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой Россией, была только паромная переправа через пролив. Использование Керченской переправы было сопряжено с определенными издержками. Ее функционирование сильно зависело от погодных условий. На переправе нередко образовывались очереди. Строительство моста началось в феврале 2016 года. Еще через два года состоялось торжественное открытие автомобильной части моста, а в конце 2019 года открылось движение поездов. Крымский мост является стратегически важным объектом для России, поскольку он обеспечивает стабильное сообщение между Крымом и материковой Россией. Сооружение сыграло свою роль в интеграции полуострова в состав Российской Федерации, а также имело большое значение для экономического развития Юга России. В условиях специальной военной операции России в Украине значение Крымского моста еще больше возросло, ведь он стал линией снабжения российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Учитывая важность Крымского моста, его защите всегда уделялось особое внимание. Обеспечением безопасности сооружений занимаются войска Росгвардии. Для выполнения этой задачи в них была сформирована бригада, в которую входит специальный морской отряд, а также полк войск Национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения. Что известно о подрыве моста? Ранним утром 8 октября Национальный антитеррористический Комитет России сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета моста. В Следственном комитете сообщили о трех погибших. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с подорванным грузовиком. Взрыв был такой силы, что в десятках домов на расстоянии 15 километров от моста вылетели стекла. К ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту были привлечены 380 человек и более 90 единиц техники. Для обследования подводных конструкций моста, а также морского дна, были привлечены водолазы МЧС России. К настоящему времени железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено. Также частично возобновлено движение автотранспорта. Работает паромная переправа. Крымские власти заявили, что полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия. Продуктов первой необходимости в республике хватит на 55 суток. Бензина и дизельного топлива – на две недели. Минобороны России заверило, что происшествие на Крымском мосту не отразилось на снабжении российских войск, действующих на Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях. В ведомстве отметили, что обеспечение российской группировки войск осуществляется в полном объеме по сухопутному коридору и частично морским транспортом. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что до 23 октября в северных районах полуострова и на объектах инфраструктуры будет действовать высокий уровень террористической опасности. Аналогичные меры ввели в Темрюкском районе Краснодарского края. По данным пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин возложил на ФСБ России полномочия по организации и координации мирозащиты транспортного перехода через Керченский пролив, а также подписал указ об усилении мирозащиты транспортного перехода, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Что говорит следствие? Вечером 9 октября президент России провел встречу с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Путин заявил, что российские власти не сомневаются. Взрыв на Крымском мосту был терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры. Российский лидер отметил, что за происшествием стоят украинские спецслужбы. В свою очередь Бастрыкин уточнил, что украинским спецслужбам в подрыве моста помогали граждане России и зарубежных государств. Он сообщил, что установлен маршрут движения взорвавшегося грузовика. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Установлены и перевозчики – лица, которые участвовали в организации движения грузовика. Бастрыкин также сообщил, что в связи с подрывом на Крымском мосту возбуждено дело по статье «Терроризм». «Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод. Это теракт, который готовили украинские спецслужбы. И целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму», – цитирует Бастрыкина ТАСС. О том, что на Крымском мосту произошел теракт, заявил и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Как сообщают РИА Новости, Медведев назвал происшествие террористическим актом и диверсией, совершенной киевским режимом. По его словам, сомнений в этом нет, все выводы сделаны. Ответом России на этот теракт может быть только прямое уничтожение террористов, – заявил Медведев. Виновна ли Украина? Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что Крымский мост должен быть уничтожен. Так в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев разрушит Крымский мост, когда представится такая возможность. В июне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что мост является целью номер один для украинских военных. Вместе с тем в Украине отмечали, что пока ВСУ не имеют возможности нанести удар по мосту. Поскольку украинские военные находятся слишком далеко от побережья Азовского моря. Подрыв Крымского моста 8 октября украинские власти восперинялись энтузиазмом. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что это только начало. «Крым – мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено. Все украденное возвращено Украине. Все российское оккупационное изгнано», – написал Подоляк в Твиттере. Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков написал в своем телеграм-канале, что заранее знал об ударе по инфраструктуре Крыма. В подтверждение он опубликовал видео от 4 октября, в котором говорил, что руины Крымского моста будут весьма живописны. В свою очередь, Министерство обороны Украины опубликовало в Твиттере сообщение следующего характера. «Ракетный крейсер Москва. А теперь Керченский мост. Что дальше? Русские». Служба безопасности Украины также опубликовала в соцсетях фото с места происшествия на Крымском мосту, подписав его переделанными строчками из стихотворения украинского поэта Тараса Шевченко. «Светает. Мост красиво пылает. Соловей в Крыму СБУ встречает». После подобного заявления украинское информагентство поинтересовалось у пресс-секретаря СБУ Артема Дегтяренко, причастны ли украинские спецслужбы к подрыву моста. Дегтяренко заявил, что СБУ не комментирует данную информацию. Между тем, источники УНИАН в правоохранительных органах Украины сообщили, что за взрывом на мосту действительно стоит СБУ. Как видно, реакция украинской стороны сводится к неоднозначным публикациям в социальных сетях. Официальных заявлений на этот счет пока нет. Тем временем, некоторые западные союзники Украины уже поспешили поздравить Киев с успешной операцией. Так, глава МИД Эстонии Урмас Ринсалу напомнил, что Украина давно объявила Крымский мост целью для удара. Дипломат приветствовал взрыв на мосту и назвал это смелым поступком. «Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», – заявил Ринсалу. Депутат Сейма Польши от фракции левых Роберт Бедрань, выступая в эфире радиостанции «Зет», назвал «бальзамом на сердце» новости подрыва Крымского моста. В свою очередь, депутат от правящей партии Польши «Право и справедливость» Мирослава Стаховя-Кружецкая в эфире той же радиостанции заявила, что взрыв на мосту имеет практическое значение. «Мост имеет военное значение и во время той войны служит для переброски оружия», – цитирует депутата РИА Новости. В причастности Украины к подрыву моста уверены и многие зарубежные СМИ. «Спецслужбы Украины организовали подрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», – пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники. Чиновник правительства Украины в субботу рассказал, что за атакой на мост стоят украинские спецслужбы, – пишет еще одно американское издание The Washington Post. Как реагируют в России? Заявления представителей украинских властей, а также официальных лиц в Польше и Эстонии не остались без внимания российской стороны. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что реакция со стороны Украины на взрыв на Крымском мосту говорит о том, что за организацией атаки стоит именно Киев. Реакция украинского режима и его эстонских подпевал на подрыв Крымского моста не оставляет сомнение в том, что именно Киев стоит за организацией этой атаки. Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах, – написал Слуцкий в своем телеграм-канале. В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на ЧП в Крыму. «Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки. Преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», – написала Захарова в телеграм-канале. Дипломат также провела параллели между высказыванием Рейнсалу и реакцией бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который поблагодарил США за подрывка запроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В целом, события на Крымском мосту вызвали широкий резонанс в России. Наряду с требованием расследовать инцидент, звучат призывы дать симметричный ответ. «Войной без правил» назвал происшествие на мосту депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. «Против нас ведется неприкрытая террористическая война. Более того, анонсируемый давно теракт на Крымском мосту – это уже не просто вызов. Это объявление войны без правил», – цитирует Морозова РИА Новости. К жесткому ответу на подрыв Крымского моста призвал лидер фракции «Справедливая Россия» за правду Сергей Миронов. «Если в этот раз мы никак не ответим или ответим как-то не так, то будет окончательно ясно, что мы слабые, и с нами можно делать все, что угодно. Это беспредельная наглость, и на нее нужно давать беспредельно жесткий ответ», – написал он в своем телеграм-канале. С Мироновым солидарен ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Таченов. Он заявил, что против России ведется война и террор, и на это нужно отвечать адекватно и действенно. В российских политических и экспертных кругах мало кто сомневается, что за ЧП на Крымском мосту стоит Киев. «Это серьезная заявка Украины на признание ее государством-террористом», – заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Хагашев. По его словам, теракт на мосту выполняла преступная группа по государственному заказу от Украины, и, вероятно, данный теракт был не единственным в планах Киева. Многие связывают подрыв моста с тем фактом, что он используется в военных целях. Так, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин считает, что подрыв Крымского моста осуществлен для создания проблем с переброской российской армии для укрепления рубежей в Хиросонской области. «Это, конечно, спланированная акция Службы безопасности Украины, и я думаю, что она во многом связана не только с символическим желанием уничтожить Крымский мост, но и для того, чтобы в том числе создать проблемы для переброски российской армии для укрепления рубежей в Хиросонской области и создать в том числе логистические проблемы», – заявила Фонин в интервью ТАС. Член Совета Федерации России Екатерина Алтобаева также считает, что взрыв на Крымском мосту был совершен, чтобы нарушить снабжение российских регионов и российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Кому выгоден подрыв Крымского моста? Безусловно, основным бенефициаром ситуации с Крымским мостом является Украина, и выгода здесь заключается не только в практическом плане – оборвать одну из линий снабжения российской группировки войск, участвующие в спецоперации. Для Киева это еще и моральная победа. Крымский мост давно называют символом. И если для России это символ единства, то для Киева это напоминание поражению в войне без единого выстрела. Конечно, подрывом моста Украина не вернет Крым. Скорее, такая победа могла быть рассчитана на подъем боевого духа украинской армии и демотивацию противника. Есть еще один момент. Киев по-прежнему не удовлетворен объемами и качеством военных поставок от западных союзников. Теперь же, используя тему эскалации на фоне подрыва моста, украинские власти могут запросить дополнительную помощь. И это уже происходит. Как сообщают РИА Новости, советник главы МВД Украины Антон Герасченко призвал Запад нарастить поставки оружия Киеву на фоне опасений, что конфликт в Украине обострится после взрыва на мосту. «Вероятность эскалации со стороны Путина высока. Мы просим дать нам больше оружия. Мы не просим сражаться вместо нас», – заявил Герасченко в интервью изданию Newsweek. По его словам, Киеву нужна в три раза больше систем Химорс, в пять раз больше танков и бронетехники, а также в десять раз больше машин. Не могла ли Украина справиться в одиночку? По мнению председателя Совета фонда поддержки и развития международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого, позитивная реакция ряда западных стран может указывать на их причастность к ЧП на Крымскому мосту, поскольку они считают произошедшее актом возмездия России. «Мы видим реакцию со стороны Украины, Эстонии, ряда западных стран, которые приветствуют такого рода действия. Считают это актом возмездия и наказания России. Это факт, здесь нет большого секрета. Можно посмотреть реакцию мировых СМИ. Наиболее позитивно к этому отнеслись на Украине и в ряде западных СМИ», – заявил Быстрицкий ТАСС. По его словам, ЧП на Крымском мосту выгодно тем странам, которые хотят дальнейшей эскалации конфликта. «Это, конечно же, абсолютно провокационные действия, направленные на дестабилизацию обстановки, ухудшение ситуации и эскалацию конфликта», – добавил эксперт. Причем тут северные потоки? И здесь хочется вернуться к теме северных потоков. Казалось бы, что может быть общего у двух объектов, расположенных в тысячах километров друг от друга? Однако не заметить некоторые схожие моменты трудно. И в первом, и во втором случае речь идет о российских объектах, к тому же стратегически важных. По сути, северные потоки и Крымский мост можно назвать важнейшими артериями. С одной стороны, газотранспортная, с другой – дорожная. Нанесение удара по таким артериям – довольно эффективный шаг. Особенно, если учитывать тот факт, что в лобовом столкновении с противником не победить. Если взаимосвязь между двумя инцидентами есть, то это определенно тревожный сигнал, который может говорить о начале диверсионной войны. Российский политолог Марат Баширов дал свое определение произошедшим событиям – инфраструктурная война. «Будем называть вещи своими именами. Запад развязал первую инфраструктурную войну. Если можно взрывать северные потоки и Крымский мост, значит, можно разрушать и остальное. Есть ли ограничения в этой войне с их стороны?» «Это не праздный вопрос. В какой момент они признают эти действия легитимными и частью официальной политики», – написал Баширов в своем телеграм-канале. Несмотря на то, что в Вашингтоне отрицают причастность к произошедшим инцидентам, политолог уверен, в США как минимум знали о подготовке теракта на Крымском мосту и представляли разведывательную информацию. Но в событиях на Северных потоках американская сторона могла участвовать напрямую. «Кто-то напишет, что они перешли Рубикон, пересекли Красную линию. Но это уже не отражает статус момента. Они пошли дальше», – заключает эксперт. Тревожные прогнозы делают и китайские аналитики. Взрыв на Крымском мосту открывает ящик Пандоры в контексте угроз безопасности объектов гражданской инфраструктуры, – пишет китайское издание Global Times. И как только подобные действия станут новой нормой, мир столкнется с растущими угрозами безопасности.